Добрый день дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 4 января 2020 года и нашим малышам, деточкам Чихуахуа, исполнилось сегодня 11 дней. Мы еще не открыли глазки, скоро будем открывать, но сегодня есть возможность у меня провести видеосъемку при дневном освещении около окна и более-менее передать какого цвета у нас ребята, потому что при искусственном освещении всегда окрасы искажаются на фото и видео, даже при съемке все равно они не передаются. В сегодняшнем видео, да, это мамочка наших ребяток. Напоминаю, эти малыши родились 24 декабря 2019 года. Это две девочки, один мальчик, девочка как мама окрасом, шоколадная с подпалом и белая немножко на груди и мальчик и девочка вот такого красивого окраса. Это тоже окрас с подпалом, видите, под основным вот этим серебристым цветом, светло-коричневые щечки, пятнышки. Мочка носа скорее всего будет шоколадная, поэтому это окрас будет называться лилово-подпалой. Скорее там покажется есть белый, значит триколор будет. Если мочка носа будет голубая у такого окраса щенка, он будет называться голубо-подпалой. Про окрасы мы с подписчиками нашего канала уже разговаривали, в чем разница в окрасах, как выглядят оттенки лилово-голубого. Шоколад это вот так вот коричневый, вот как мамочка наша. Вот наша мамочка красотка, ее зовут Мари Мистик из Теллин Финити. Мамочка молодая, рожает первый раз вот таких трех красивых толстячков нам родила. Малыши спрятались за маму. И тема сегодняшнего видео, ответы на вопросы моих подписчиков. Такой вопрос мне задают, что при покупке щенка некоторые питомники продают щенков без документов дешевле, с документами дороже. Делаем ли мы так? Нет, мы так не делаем. В питомнике все щенки при актировке от рождения имеют метрики щенка, документы так называемые. Метрика щенка подтверждает чистокровность щенка и никак не гарантирует качество щенка. Несмотря на наличие документов, даже рожденные детки от двух родителей чемпионов в одном и том же помете, они все будут разные по качеству экстерьера. Поэтому наличие титулов родителей, папа, мама, чемпион и дети крутые. Я вот купил себе щеночка с документами от папы и от мамы чемпиона, я купил себе чемпиона. Нет, это так тоже не соответствует действительности, так как в одном и том же помете щенки могут быть совершенно разного качества экстерьера. Кто-то будет, ну цель разведения, ну вот цель племенной работы любого питомника, грамотный подбор пар и улучшение поголовья, качество поголовья, породы, племенное разведение, оно именно в этом и заключается, чтобы получить деток по качеству экстерьера лучше, чем мама и папа. Но, к сожалению, несмотря на то, что мы стараемся, что называется, использовать все свои знания и усилия, к сожалению, природу не обманешь и все равно не все получается. Мы не боги, что называется. И бывает, что гены не ложатся, скажем так. И детки получаются не то, что лучше мамы и папы, а кто-то там, например, один в помете или там несколько. Получается, кто-то пошел в прабабушку, в прадедушку, вышел по качеству экстерьера не очень хороший. Кто-то получился ура, лучше, чем мама и папа, забрал все самые лучшие, как говорится, гены своих предков и получился просто шедевральный. Вот это вообще мечта, это здорово, это клево. И если у щенка, у этого при его качестве экстерьера нет никаких дефектов, скажем так, брака от рождения или в развитии, там, например, дефекты прикуса, заломы хвоста, вот такие какие-то вещи, то какой смысл мне, как заводчику, продавать одного и того же щенка высокого качества экстерьера, который вот для, скажем, подойдет для выставок, подойдет для разведения и который не каждый день рождается в полцены человеку, который просто, например, покупая щенка, он хочет иметь красивого щенка, но при этом говорит, я не буду заниматься разведением, продайте мне именно этого щенка, например, без документов, как делают некоторые питомники, чтобы он был в полцены дешевле. Давайте вместе подумаем. Если, например, вот щенок высококлассный, красавец и потенциально, перспективно будущий чемпион и интересен для выставок и разведения, какой смысл мне его продавать без документов в полцены? Если я не хочу, например, чтобы моя собака участвовала в разведении, я вот настолько свои крови не хочу, чтобы они никому доставались, я хочу только сама работать на этих кровях, вот такие у меня особо ценные крови, и чтобы не было у меня конкуренции. В таком случае можно продать этого же щенка, например, по договору, без права на разведение, стерилизованную девочку или кастрированного мальчика. Я буду 100% уверена, что в разведение эта собачка не пойдет. В противном случае любую собачку вы можете даже без документов использовать в разведении. И какой мне смысл продавать такого шедеврального щенка дешевле? Только лишь потому, что вы не будете его использовать в разведении. Качество экстерьера этого щенка не испортится от того, что он не будет посещать выставки и участвовать в разведении. Он будет по-прежнему оставаться шедеврально красивым. Почему же должна падать на него цена в два раза меньше становиться? Тем более, что метрика щенка, с которой продаются детишки, кроме как подтверждение его чистокровности, больше вам она ничего не гарантирует. Она не дает вам право на разведение. Вы имеете метрику щенка, но при этом вы должны посещать выставки, для того, чтобы судья-эксперт поставил оценку качества вашего животного и дал вам право, либо допуск в разведение вам дали, либо не дали, для того, чтобы ваши щеночки были с документами. Делается именно так. Сама по себе метрика щенка, повторяю, подтверждает лишь чистокровность вашего животного. Не более того, некоторые питомники мне приводили навязку собачек, например, и говорили, мы купили в питомнике, собачка стоила 40 тысяч, но нам ее продали, спросили, будете ли вы заниматься разведением, мы сказали, не будем, мы занимаемся разведением. И нам ее продали в два раза дешевле, не дали нам эту метрику щенка. И обратите внимание, это мне рассказывал человек, который привел свою девушку на вязку к моему кобелю в мой питомник. То есть щенков они планируют иметь, щенки у них, естественно, будут без документов, то есть вязать они ее все равно стали, просто стали вязать ее без документов. При этом, так как документов у них нет, выставки они не посещали. И для каждого владельца животного, собачки, его собачка, она самая красивая, самая лучшая, самая любимая, самая драгоценная. Но при этом собачка может, вот у этого конкретно человека, который мне рассказывал эту великолепную историю, собачка была, во-первых, она хромала на одну ногу, то есть у нее было заболевание генетическое или приобретенное, заболевание коленной чашечки, пателла так называемой. У нее была выгнутая поясница, то есть это горбатый позвоночник. У нее был слабый костяк, собачка была узкогрудая, высоколапая, растянутая по корпусу. То есть от чихуа у нее как бы, ну, было очень много недостатков. Если хозяева этой собачки захотели бы сходить с ней на выставку, несмотря на наличие у нее документов, им бы поставили оценку без права на разведение, низкую. То есть такую собачку разводить нельзя, но без документов, пожалуйста, ради бога, вы повязали, получили себе щеночков без документов. От собачки, которая будет генетически за собой передавать вот этим своим деткам щеночка с заболеванием в рожденном коленной чашечке, например, в последующем такие собачки будут хромать и требуют операции. То есть вот вам уже начинает вырисовываться разница между собачками с документами и без документов. Более того, как специалист, например, я могу вам сказать, что там женщина мне рассказывала, что этого щенка продавали за 40 тысяч с документами, без документов им продали за 20. Если честно, собачка, которую им продали за 20, даже если бы она была с документами и посетила бы выставку, повторяю, она получила бы, ну, из-за ноги, скажем, из-за хромоты, и их бы сразу сняли просто с выставки, это был бы дисквал, и все, нельзя больных собачек пускать в разведение, понимаете. То есть стоимость этой собачки при наличии ее вот этих дефектов и недостатков, она равна, что называется, цене щенка без документов, низкой цене, а никак не заявленной заводчиком в питомнике, где они приобретали эту собачку. Как следствие, разумеется, питомник, продавая собачку такого уровня без документов, он себя защищает, скажем так, продал и продал, что называется, документов. Нет подтверждения, что этот щенок принадлежит к их питомнику, тоже, простите, нет у вас никаких. У вас просто собачка. И то, что мы вам продали откровенный брак вот за такие деньги, это ваше личное горе, что вы решили сэкономить. Поэтому такая как бы статистика, основная масса, я понимаю, ребята, ситуации бывают разные, самые разные. И все в жизни бывает. Я не говорю, что это прямо вот пример, который я вам привела, что все вот именно так и поступают. На самом деле чисто плотный, честный человек, какой бы он ни был там, я не знаю, но если ты питомник, значит ты специалист. Если ты специалист, то ты разбираешься. То есть это вот чистой воды обман. Тут собаку надо было продавать, пусть метрика щенка, не метрика щенка, это брак, это дефект. Такую собаку нельзя пускать ни в разведение, никуда. Ее еще надо лечить, и об этом надо предупреждать человека. Мы продаем этого щенка дешевле потому-то, потому-то и потому-то. А не потому, что мы вам не даем вот эту метрику щенка, поэтому мы продаем собачку дешевле. Это все опять-таки, вот видите, насколько индивидуально и зависит от честности и чистоплотности человека-заводчика. На мой взгляд, конечно, человек, который занимается кинологией, разведением, племенным тем более разведением, он в первую очередь должен быть заинтересован в качестве поголовья, которое рождается в его питомнике, и в первую очередь должен быть заинтересован уже объяснить владельцу, что вот такую собачку не надо, вы портите породу, вы продолжаете нести в своих потомках, передавать разнообразные генетические заболевания, не приводящие к крепкому здоровью поголовья породы в целом, скажем так. Собачки с отклонениями психики, опять-таки, они могут иметь чистокровные гены, что называется он чистокровный пёс, но он совершенно не соответствует по стандарту породы, имеет отклонения по психике. То есть он также не сможет посещать выставки, его также отбракуют, его также снимут с ринга, и, как правило, опять-таки, получается, вот оно и есть документы, нет документа, а собачка-то вот может быть. Если собака супер-пупер, повторяю, то ни один заводчик не заинтересован сажать такую собаку на подушку, он должен, наоборот, был заинтересован быть, продать такую шедевральную собаку в ручке, как вот некоторые пишут в своих объявлениях, ищем выставочные ручки, потому что, как правило, щеночков покупают на подушечку, не в разведении, и зачастую очень хорошее, качественное племенное поголовье остаётся сидеть в любимцах на подушечках, и мы в своём питомнике справляемся с этим так. Если я вижу что-то шедевральное, что мне хочется, чтобы участвовала в племенном разведении, я просто оставлю это себе, подберу грамотно пару и попробую получить потомство высококлассное. Потому что, как правило, да, мы продаём шедевральных щенков, всех себе не оставишь при всём желании, это нереально. И потом люди говорят, мы будем заниматься выставками, но подрастает щенок, если это мальчик, часто встречаются такие ситуации, что ему ещё 6 месяцев, он ещё и до выставок там не дошёл, а уже начинает метить по квартире. И хотел человек пустить его на выставке и в разведение, но не хочет иметь описанную квартиру, там, мебель, шторы. Идёт, его кастрирует, и на выставку и в разведение такая собачка не попадает, даже если есть у неё документы. У девочек, если перед течкой, не все, мальчики также не все. Это всё индивидуально, просто это всё непредсказуемо. Кто-то начинает метить, людям это не нравится, они также идут, это всё стерилизуют. У девочек ещё к тому же могут появляться разнообразные новообразования на яичниках, в матке и так далее. И половина собак может осесть на подушку, независимо от наших желаний, хотели мы их разводить или не хотели мы их разводить. Поэтому, так скажем, продажа щенка без документов возможно в питомниках чаще не от того, что такой здоровский заводчик, который имеет высококлассное породистое поголовье, которое способно участвовать в выставках, производить потомство, и вдруг они его продают, потому что вам просто захотелось иметь собачку для души, да их миллион, но он подешевле берите, да, они будут выглядеть иначе. Но заводчик тоже, понимаете, как бы не заинтересован терять свои деньги опять-таки, понимаете, продавать вам щенка высококлассного, которого у него купят с тем же успехом за ту самую сумму, которая идёт с метрика щенка. И напоминаю, метрика щенка стоит 300 или 500 рублей, то есть это вообще не деньги, понимаете. А повязать вы, повторяю, ну, если уж очень захотите, можете и без документов. А если хотите с документами, то вам для этого надо посещать ещё выставку, и выставку и не одну, и желательно, чтобы собачка у вас была титулованная, чтобы вы, как бы так скажем, могли хоть как-то отличаться от массы других людей, которые также говорят, что продают высококлассных щенков. Есть люди, которые не занимаются, не питомники, а просто заводчики. Они, продавая щенка, вообще не понимают, что у них. Вот у них есть помёт щенков, и они все красивые. Они, например, там даже без брака, без дефектов, врождённых таких, как залом хвоста или прикус, который виден сразу, правильно? И человек, который не занимается разведением профессионально, не занимается выставками, к примеру, со своей собачкой, а просто заводчик и захотел, может быть, один раз получить себе помёт щеночков для того, чтобы оставить себе кого-то или родственникам подарить. Такое часто бывает. Мы имеем свою любимую собачку, хотим от неё доченьку оставить себе. Вот. Продавая этот помёт щенков, для него вообще все щенки одинаковые. То есть он ещё даже не понимает, из вот этого малыша кто вырастет, с какая перспектива. Тогда у него вообще будут одинаковые цены, примерно среднестатистические, возможно, рыночные, на весь помёт, без разграничения разницы на пэт-класс дешёвых щенков или на какого-то перспективного щенка. То есть плотно ориентироваться на цену щенка при покупке и ориентироваться на вот эти вот фразы красивые, вот с документами этот щенок стоит столько, а без документов я его продам в два раза дороже. Это что-то, ну, мне напоминает, если в пример так к другим вещам привести, чёрная пятница в магазине, да, когда якобы кто-то устраивает какую-то распродажу. Неплохой коммерческий трюк, понимаете. Засиделся щенок, не продаётся, или ещё какие-то там причины, а дайте я его разрекламирую так. У нас люди обожают вестись на различные распродажи и скидки, и вот этот коммерческий трюк, он в продаже собак ровно так же выглядит, как в продаже любых товаров в разнообразных магазинах, понимаете. Не продаётся никак, но вот больная лапа у собаки, горбатая спина, экстерьер, как бы тело, корпус, анатомия, собачка, ну, ниже плинтуса, брак. Вот сидит у них брак, им надо его как-то продать, и не хотят они говорить, что, знаете, у собачки тут вот такие дефекты. Такого и, как бы, конечно, начнёшь рассказывать, мало кто у тебя и купит. А собачке уже, например, там 5-6 месяцев красивее она не станет, все её недостатки будут вылезать. С каждым месяцем всё более станут очевидными. И вот, скажем так, при продаже можно использовать такой обыкновенный коммерческий трюк. В другой ситуации, если у тебя шедевральный пёс, вот многие почему-то думают, о, дайте-ка я подожду, щенок подрастёт, сейчас ему станет там засидеться, вот засидел, засиделся он от заводчика, заводчику хочется продать его, и побыстрее, и он его продаст дешевле. На самом деле, если щенок шедевральный, ребята, чем старше он становится, тем дороже он становится. Потому что, если потенциально вы выбираете для выставок разведения, купить подрущенную собаку, это можно сказать, купить собаку с гарантией. С гарантией веса, с гарантией прикуса, если вы планируете разведение. С гарантией уже анатомии, потому что мы уже с вами говорили, с подписчиками моего канала, как растут и развиваются щенки, и как непредсказуемо бывает, изменяется их экстерьер. И от того, что собачка, скажем, становится старше и старше, вы получаете только гарантированно то животное, которое вы хотели приобрести. Много раз я уже рассказывала, как непредсказуемо меняется вес в этой породе. Вот такие они толстячочки, они упитанные, они кушают мамочку, они вот такие ровненькие и абсолютно одинаковые по размеру. Месяцев к трём это может резко измениться, вот даже на этих конкретных щенках. Они перестают сосать маму, они начинают много двигаться, они начинают кушать, они развиваются и получают свой естественный вес и размер данной им природой, а не накушанный в ширину, что называется. И вес этих щеночков может быть от мини до стандарта, и это вот никак не предугадать, пока щенок не начнёт расти и развиваться. Поэтому, чтобы не очень долго продолжать эту тему, смысл, я думаю, и так понятен, что всё индивидуально, всё достаточно зависит, конечно, и от продавца, насколько он честен и открыт с вами, что он хочет вам преподнести, продать вас обманным путём, что называется, собачку, брак, и поэтому подстраховать себя, а не дать вам эти документы, или честно, может быть, расскажет, вот у вас есть метрика щенка, у вас чистокровная собака, но при этом она, например, вот стоит дешевле, потому что у неё то-то, то-то и то-то, и в разведение такая собачка не подходит. Мне кажется, намного было бы лучше всем, полезнее даже этому же заводчику, чтобы собаки его питомника вот так вот не участвовали в разведении с такими заболеваниями. Вот. Приобретая щенка, всё-таки опирайтесь не столько на цену, сколько, если сами не понимаете, то проще всего сейчас существуют в клубах, в кинологических, такие услуги за деньги. Есть руководители породы, есть специалисты, есть кинологи-породники. Можно заплатить денюжку, и с вами вместе кто-то поедет, посмотрит на щенка, насколько он по возрасту соответствует стандарту породы, есть ли у него какие-то отклонения, дефекты и браки. И про документы повторяю ещё раз. Настоящие ли документы у вашего щеночка? Потому что бывает продают буквально с липовыми бумажками. Вот у них щенки без документов, но им хочется продать подороже. Поэтому они на компьютере вам отфиксерокопируют всё, что угодно, напишут всё, что угодно, а такого помёта в Российской кинологической федерации не зарегистрировано, зарегистрировано, потому что клеймо-тату поставить также можно. Но настоящие это документы или не настоящие, зарегистрировано этот помёт, или это просто бумажка и красивая татушка, и за это вас взяли в два раза дороже, понимаете? В этом вам всегда поможет разобраться профессионал, кинолог. Заплатите деньги, чтобы вам помогли при выборе щеночка. Также, если вас не интересуют никакие породные, экстерьерные качества, интересуют в первую очередь здоровье, обратитесь в ветеринарную клинику. А также можно заплатить за эту услугу, и с вами съездит ветврач в свободное от работы время, осмотрит щенка на внешний, здоров-нездоров. Ну, хоть какая-то гарантия, если вы сами первый раз в жизни заводите собачку и не хотите, чтобы вас обманули. Поэтому я надеюсь, я в этом видео ответила на некоторые вопросы моих подписчиков. Если вам было интересно и полезно это видео, не забывайте малышам ставить лайки, они вот такие вот сладенькие, вкусненькие. Еще даже глазки не открыли. Еще даже окрас, так скажем, весь не проявился. Видите, мочка носа. Коричневые мы будем, коричневые мы будем, лилово-подпалые. Еще, видите, нос розовый. Он даже еще не приобрел своего полного цвета, пигмента. Это помет на буковку Ш. Будем думать им имена. Две девчонки, один мальчишка. Кто не подписан на наш канал, оставайтесь... Ой, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новые видео с другими питомцами, живущими вместе с нами. Кто подписан на наш канал, оставайтесь с нами. Всего вам доброго. И до новых встреч на канале Питомника Марии Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. Субтитры сделал DimaTorzok